хочу сейчас пересадить бомбическую орхидейку спиннер неон розетту смотрите вот это домашний корень полностью уже дома она пустила и вот он начинает активно раскукливаться этот момент хочу я поймать и посадить ее в свою домашнюю посадку идеально в общем орхидейка же точно адаптировалась ее можно посадить свою посадочку хотя место у него там есть было я хочу свою ну что давайте вместе со мной и и разберем посмотрим что там внутри смотрите это не какие-то испорченные корни просто их мало тут нету каких-то обрезанных корней шеи просто вот такой вот малюсенькое растение ничего себе так хорошо что я его достала вот видите каких-то ситуациях когда активно пошла орхидейка в рост надо это отслеживать здесь у нее хорошая кора потому что часть коры добавляла я архиата ей я ее буду и использовать так что мы делаем с этой красоткой я хочу вот этот лист удалить такой фласочный чтобы проще было корешочком пробиваться в долга фактически без корней получается мало мало корешочка для такой растяжки вот посажу ее на наращивание собственно сняла я один лист такая лучше ничего трогать я не собираюсь посажу подходящий по размеру горшочек это ложка такая буду за не следить немножко ее заглублю потому что ее вот видите как от шеи вот у нее как растут активно корни они должны вырастать посадку посажу сюда немножечко заглубив будет нормально и тут корни глан достают до дна пить будет керамзик промыла крупный положила на дно его теперь я ее устанавливать буду видите хорошо что я удалила нижний листик там проклевывает цепочка должны быть новые корешульки так ночью я ее установлю и вам сниму я зафиксировала корешочки максимально насколько это было возможно к стеночке приблизила чтобы видеть тенденцию вот эти невозможно уже приблизить к стенке они так вот прямо плотненько до вниз уходят теперь буду добавлять мох потому что корней мало и мне нужно верхней части чтобы меня посадка была увлажненная чтобы провоцировать рост корней от шейки так вдоль стенок буду сейчас мог пропихивать так где-то у меня был мог сейчас своему заберу а вот здесь вот мог меня честно какие-то остатки надо мне сходить в лес и взять новый мог нормальный такой в принципе буду этот пока делать с двух сторон я сделала мог как я это обычно делаю вот такими вот полосками для того чтобы самого дна горшочка вот сюда наверх влага по мху поднималась теперь буду аккуратненько укладывать не плотно трамбовать и просто аккуратно укладывать кору вот собственно все немножко просто я сверху добавила мха чтобы вот этим корешочком тоже влага попадала подписала 6 месяц 24 год это очень удобно когда подписано видно за тенденция развития что происходит но все оставлю ее на место я считаю что не зря я ее разобрала и пересадила скажу адаптируется тем более она уже дома адаптирована теперь пускай осваивать новый горшок в том вообще не видно было что происходит и был бы некорректный полив под досветку здесь тепло хорошо высокая влажность у меня на очереди на пересадку orange пилорик но в принципе не такой уж как бы не в такой спешке потому что там видно что у нее происходит с корнями а вот кстати кадиллак наверное прям сейчас я пересажу что уже ждать раз такая пляска на лист лист значит вырастила собственно говоря корни у нее сейчас в росте раскукли на я думаю что кстати говоря можно и пересадить то действительно пока тут развелась вот эта грязюка сейчас я пересажу так как удобно когда такие рожки смотрим на дно вытащится вот видите подгнившись кусочки вытащится на хорошо кадиллак я слышу приятный сорт любитель по выпендриваться ну корней по сравнению со спиннером да у нее просто очень много грибы так вот пустые корни их я уберу сбросила на несколько крышочков их сразу убираю интересно же пока пашется да посмотреть что там внутри вот этот торфяной тоже удалю так он такой плотно я его должна они этот него плотный корень там плотный торфяной достаточно влажный не так давно я поливал я его удалю листик вот этот удалю принципе с корнями все хорошо ведь они начинают раскукливаться так что очень надо осторожно чтобы не закупить их своими пересадками будущая полностью сухой корень лучше удалить потому что он потом слизь все равно превратить я просто чувствую что он сухой внутри пустота видите это чувствуется всегда так как хорошо него эти рожки так удобно держать что никуда его не ставлю чтобы не повредить растущие кончики сразу посадку его поставлю внутри торфяного стаканчика сюда хорошие корни честно говоря потому что я поливаю нижним полива всегда новые орхидейки никогда никакой не замачивание ни верхний полив а нижний тогда все окей так мне нужен какой-то так щипчики я обработаю потому что сами понимаете так вот так вот я всегда кладу орхидейку это очень удобно не повреждаются снизу крышочки во время пересадки так обрабатываю спиртом все эти приборы ну и собственно говоря уже там внутри видите между корнями заплелся этот торфяной тут уже потихоньку его просто беру и туда достаю я без мха наверно посажу не хочу чтобы у меня посадка заплывала как бы зеленью может быть чуть-чуть добавить тем более ухата нет надо сходить за мхом деле почему я не могу сходить за мхом надо просто сходить у меня идти до мха до леса тут буквально ну там 15 минут может шагом как всегда когда мог рядом ну и там такое да что-то думаешь она потом потом в итоге во время пересадки очухиваешься что у тебя тим хата нету так что здесь здесь пустой вот этот корешочек какой-то непонятный вопрос удаляю так и здесь тоже хочу удалить и надеюсь что видно какие есть такие прям явно плохие я их удаляю потому что они потом просто-напросто загниют так посадки зачем это нужно вот к примеру такой сухарки просто вот видите а так-то в основном в основной массе все хорошо вот видите был закукленный корень и из него аж 2 вылезает прикольные вот эти орхидеи нам поддают первого вот видите здесь сломался пример но не без этого как не крути так листик хочу ее удалить ну вот отлично она и в эту паз в это зайдет горшок очень хорошо сейчас посадим пока буду ходить там горшок с полосками туда-сюда я ее кладу на бочок вот так вот аккуратненько чтобы не повредить растущие корешульки ну в общем добавила господи сама я ничего не делала добавила немножко сюда керамзита на дно сейчас буду ее останавливаться также аккуратненько за эти рожки так надеюсь все видно этот уже сломался чушь делаться уже направлено туда плевать я вот не буду первое время для того чтобы как раз таки вот эти всякие поломы немножко подсушились все отлично посмотрите как влитая туда вошла мог я использовать не буду потому что она отлично будет пить сама самостоятельно без влагоемкого грунта водичку знал ее тащить то есть ее корни они же и будут ей принципе фитилем ну все теперь осталось только и зафиксировать и теперь добавлю вот эти шарики эти шарики одно удовольствие туда кидать шарики они универсальны они толстенькие и между ними мне кажется очень будет комфортно расти корням красиво все качества они чуть крупнее чем самая крупная архиата вот и очень конечно не симпатии симпатичные симпатичные у меня будет без мха это все не должно будет зарасти не проглядываться красота что такое сажать одно удовольствие такую орхидейку и такую кору так что так со старой посадки я добавлять ничего не буду потому что тут очень и очень мелко на это закрыто категорически мне подходит хочу чтобы немножко эти шарики во внутрь сопроводились если вам кажется что я трамбою вам это кажется я не трамбою слушайте как красиво получилось а эту орхидейку я выиграла у Зибо прям вообще представляете надо было у нее же постоянно всякие лотерейки ну у нее лотерейки разного бывают типа бывают платные, бывают бесплатные ну вот эти всякие розыгрыши я и в тех и в тех участвую ну чисто так знаете на всякий случай беру один-два номерочка там смотрю девчонки берут вообще просто по много номеров ну я как бы не настолько азартный человек ну чисто на удачу один-два номерочка беру а вот это вот когда я выбрала Кадиллак это была лотерейка надо было у себя в группе разместить ой у себя на странице ВКонтакте разместить эту ну просто отзыв о группе что я сделала с большим удовольствием в том что обожаю орхидею от зубо обожаю ее как она работает ее подход и удобство мне очень нравится так что разместила с большим удовольствием отзыв у себя ВКонтакте вызвала номерок и выиграла такое бывает я иногда в детстве последний раз помню что-то выигрывала у меня мама более азартная я помню постоянно где-то на Сбербанке когда платили за квартиру брали вот эти лотерейки она брала все время и я один раз вытащила какой-то номерок выиграла деньги и мне пошли какую-то там супер редкую куклу купили и с тех пор она меня мучает говорит у тебя легкая рука но больше я ничего не выиграла смотрите какая красота получилась вот в принципе смотрите как непринужденно значит на дно я добавила триходерму от профита я это везде вообще по умолчанию делаю даже не говорю а вот непринужденно за разговорчиком туда-сюда посадили мы с вами эту орхидейку и вот эту орхидейку видите два разных случая одной корней корней шикарной второй практически не было ой забыла подписать корней и мне кажется просто красота да ну посмотрите как же это красиво супер вообще просто супер красота да вот это конечно кора она делает свое дело очень украшает конечно посадочку ну все тогда буду с вами прощаться длительное такое сегодня видео получилось вот это тоже вот точно так же посажена орхидейка это пиниф пилор тоже я ее сажала в ролике посадка для новичков уже два раза я ее заливала очень хорошо на себя там чувствует прекрасно пока еще не раскуклилась вот ну тургор набрала тургор у нее очень хороший у нее такой сдувался уже тургор и леодор бабочку вот я не так давно сажала я помню не помню с вами или без вас вот она уже начинает видите принимать посадку вот эти вот корешочки вот такие зелененькие яркие раскукленные так мне нравится так радуюсь вот этому пушку которая начинает нарастать на посадке новенькой это значит что все хорошо она поднимается этот пушок это вообще the best вот да леодора конечно яркая такая зеленушка так ладно все буду прощаться а то я тут сейчас начну понимаете вещать все давайте пока пока увидимся все